Космический мусорщик бактерии утилизирует отходы на МКС. Бытовой мусор в условиях космического полета переработает специальный прибор, внутри которого поселят колонию микроорганизмов. Его прототип создан учеными из Института проблем химической физики РАН и ПФРАН. Бактерии также будут вырабатывать электричество, которым космонавты смогут питать различные устройства на МКС. Уже сейчас этот биотопливный элемент может функционировать автономно до 400 часов. Причем одним космосом сфера его применения не ограничится. Технология микробиологической утилизации органических отходов сегодня чрезвычайно востребована и на Земле. Россия создала для МКС новую систему стыковки. Микробный генератор работа над биотопливным элементом уже началась, пояснила известием главный научный сотрудник Центра компетенции Национальной технологической инициативы и ПФРАН Екатерина Золотухина. В космосе отходы девать некуда, приходится возвращать их на Землю или, что крайне нежелательно, сбрасывать в космос. Поэтому создание такого устройства крайне важно, рассказала она. Хотелось бы, чтобы отходы уничтожались сами и это еще и приносило пользу. Мы предлагаем использовать контейнер, в котором живут микробы. Предполагается, что космонавты могут складывать туда бытовые отходы, например, целлюлозные салфетки. Таким мусором и станут питаться микроорганизмы. Одновременно контейнеры подключат установку с двумя электродами, а роль накопителя сыграет аккумулятор. Использовать произведенную при утилизации и электроэнергию можно будет для питания различных устройств корабля. Энергия из мусора прибор весом около 2 килограммов представляет собой относительно небольшую коробку, в которой с двух концов размещены электроды анод и катод. Сама коробка разделена на две части с помощью мембраны. Бактерии выступают катализатором электрохимической реакции в пространстве. Вокруг анода они едят топливо, которым служит бытовой мусор. Частная игра, что ждет мировую космонавтику. В 2019 году негосударственный сектор становится основным производителем космических новостей. В результате переработки, в частности, целлюлозы, вырабатываются свободные электроны. Они по цепи движутся к катоду, где вступают во взаимодействие с окислителем, которым может выступать любое известное вещество, например кислород. В результате реакции окисления, сопряженной с реакцией восстановления окислителя, вырабатывается электроэнергия. Топливом могут служить не только салфетки, но и любые другие биоразлагаемые отходы, как твердые, так и жидкие. А вырабатываемое при их окислении электричество космонавты смогут запасать в стационарных аккумуляторах, конденсаторах или редокс-батареях для дальнейшего использования. Ученые отмечают, что созданный прототип биотопливного элемента способен работать автономно от 100 до 400 часов в зависимости от типа топлива. Когда прибор отработает 400 или более часов, его заполнят новыми бактериями. Цикл может повторяться многократно. При этом 400 часов далеко не предел, прибор в дальнейшем будет усовершенствован, подчеркивают исследователи. Для этого потребуется организовать группу ученых и инженеров из смежных отраслей микробиологии, генетики и электрохимии. Бактерии для космоса. Главная проблема в том, что бактерии, как и все живые организмы, умирают. Живут они совсем недолго, бывают капризны в плане условий обитания, отметила Екатерина Золотухина. Это касается не только единичных особей, но и целых колоний. Сейчас мы подбираем некий симбиоз микроорганизмов, которые бы жили своей маленькой экосистемой. Такие системы хороши тем, что они автономны и работают сами по себе. Однако мощность, которая вырабатывается, пока мало. Наша задача понять, за счет чего ее можно увеличить. Когда Луны, Роскосмос представил дорожную карту лунной программы, сможет ли российская космонавтика возобновить исследование спутника Земли, чтобы подобрать оптимальный состав колоний микроорганизмов, которые смогут в будущем полететь в космос, ученые из ЭПФХРАН начали совместную работу с ВГУП Государственный научно-исследовательский институт генетики и селекции промышленных микроорганизмов. Ранее там уже занимались разработкой биотопливных элементов на основе анаэробных бактерий, которые активны в инертной атмосфере, а на воздухе гибнут. Группа исследователей планирует экспериментировать как с существующими макробами, так и создавать генно-модифицированные бактерии с заданными свойствами. Наш коллектив уже начал сотрудничать с Институтом генетики, отметил руководитель Центра компетенции Национальной технологической инициативы, созданным в ЭПФРАН, Юрий Добровольский. С бактериями Сиуанелла Сложно проводить эксперименты на Земле, они умирают во время перенесения из пробирки в пробирку, их сложно рассмотреть под микроскопом. А вот в космосе они могли бы проявить себя, было бы интересно изучить их возможности за пределами МКС. Завкафедры органической и экологической химии Тюмгу Гульнара Шигабаева сообщила известием, что метод получения электроэнергии в результате жизнедеятельности микроорганизмов сам по себе не является новым, однако в космосе такую технологию еще никто не применял. В условиях космоса целесообразно использовать именно анаэробные бактерии. А в качестве электродов желательны углеродные нити. Как нано-проводники они повысят эффективность сбора избыточных электронов, образующихся в результате метаболизма микробов, объяснила она. Микробиологическое разложение органической части отходов сегодня чрезвычайно востребовано и на Земле, подчеркнул руководитель умцутилизации и обезвреживания отходов СГТОЛЭТИ Михаил Востриков. Например, при обезвреживании углеводородосодержащих отходов нефтешламов, нефтезагрязненных грунтов и т.д. Исследования в этой области, по словам эксперта, идут по всему миру. Основная проблема известна низкая оживучесть бактерий. Что же касается возможности создания в будущем стандартного биотопливного элемента, то, по мнению Михаила Вострикова, эта идея достойна всяческого продолжения научных исследований.